Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас на связи политический обозреватель Юрий Гиммельфард. Добрый день, Юрий! Здравствуйте, Олег! Юрий, все, что волнует сейчас всех нас и по всему миру, и наших бывших соотечественников, как у вас, конкретно в Израиле, выходит из самоизоляции, что предпринимается властями, как реагируют граждане, как в целом обстановка? Понимаете, Олег, Израиль в этом плане не очень показательный пример для всего мира, потому что израильтяне, израильское общество уже 70 лет живет в состоянии войны с соседями, это есть факт, и поэтому израильское общество, так сказать, натренировано на опасности и прекрасно понимает, что одной опасностью больше, одной опасностью меньше тут, как говорится, надо, значит, надо. Поэтому на любые ограничительные меры ради безопасности израильтяне идут очень спокойно. То есть, нормально, да, вот я размещал репортаж, что там был протест возле здания МВД в Тель-Авиве, что против там ограничений и отсутствия помощи для некоторых категорий граждан, это было. Но, опять же, это не принимает тех масштабов, которые, как я вижу, сейчас происходят в России. Когда самое вот что главное, что я вижу, происходит в России, и это очень даже не беда, это очень большая опасность. Не понимание ни людьми, ни силовыми структурами, конечной цели и задачи. Понимаете, как писал еще Суворов, всяк солдат должен понимать свой маневр. Так вот, если израильское общество понимает свой маневр, то главная опасность России, что никто свой маневр не понимает. К чему это приводит, в частности, вот в Израиле? Я это провожу на сравнении с российскими проблемами. Во-первых, главный тезис израильских силовых структур – меньше боеприпасов, больше сострадания. То есть, израильские полицейские, вот просто, если вы что-то нарушили, не только там без маски вы вышли или не соблюдают социальную дистанцию, вначале вас попросят это сделать. Если вы начнете спорить с израильским стражем порядка, вот здесь вас, как говорится, примут по полной программе. Это действительно так. Но здесь, опять же, чем Израиль отличается от России? Вы понимаете, я вот смотрю на российские новости и на израильские реалии. И первое, что бросается в глаза, это главная разница. В российские правоохранительные органы, в российскую полицию действует система отрицательного отбора. В израильскую полицию действует система жестко положительного отбора. При том, что в Израиле на низовом уровне коррупции нет. По рейтингу Transparency International Израиль стоит на 34-м месте по неприятию коррупции из 180 стран мира. Россия находится на 156-м месте. На 157-м находится в Нигерии. Поэтому здесь вот это и определяет то, как действует полиция. То есть, с одной стороны, граждане, они сами прекрасно понимают. Да, необходимо соблюдать социальную дистанцию. Да, необходимо носить маски. Да, там необходимо не кучковаться. Да, существуют определенные ограничения по нахождению в закрытых помещениях. Вот в частности, в банке, на почту. Стоит охранник, он просто пропускает людей в закрытое пространство в ограниченном количестве. Я скажу вам так, что вот за минувшие три месяца, давайте так, коллег, я назову только мой личный опыт, только то, что я видел или не видел. Я не видел скандалов и потасовок вот в этих очередях. Да, люди стоят, люди ждут. Да, разговоры на повышенных тонах иногда мне слышать приходилось. Но каких-то потасовок, каких-то инцидентов я лично не наблюдал. Давайте так. Вот я наблюдал два города вот за эти три месяца. Это Тель-Авив и Батьян. Это южный пригород Тель-Авива. Здесь такого не было. Из России я постоянно вижу, что вот из-за этих ограничительных мер постоянно возникают какие-то инциденты. Заходите, заходите в подъезд, я здесь живу. У тебя ничего в маске нету. Ну и что? Все прошло вон. Идите, садитесь. У нас масочный. У нас масочный. Ты приехала? Я здесь живу, у меня дети плачут, стоят. Проходите, мне надо зайти в квартиру. У нас маски ходят. Ну и что? Это ты, сука, пошла нахуй. Я хочу пройти в свою квартиру. Ты не пройдешь. Заходите в свою квартиру. Нет, дети стоят плачут, вы не пропускаете. Я сейчас вызову. Вызывайте, пожалуйста. Нету маски у тебя. Ну напряженность очень большая на самом деле. Очень большая. И это очень опасно. Вот это социальная напряженность, когда люди просто не понимают свой маневр. В Израиле, понимаете, ну да, появилась еще одна проблема. Коронавирус. Да, это опасно. Окей, мы будем соблюдать меры безопасности. Все. Дополнительные меры безопасности. Этим израильтян не удивишь. Далее, здесь еще, опять же, особенность израильского общества и ситуации в Израиле состоит в том, что, в отличие от России, Израиль – общество прагматичное. В России же, напротив, логоцентризм, он возведен в абсолют. Пусть провалится в тартарах здравый смысл, но мы будем соблюдать букву закона. Вот положено штрафовать людей, если они отошли на 101 метр против положенных ста. И полицейские будут это делать в России. В Израиле никогда этого не будет. Ну да, существует мера, что не удаляться дальше, чем на 100 метров от дома существовало. Потому что, я напоминаю, израильское общество, Израиль, внутри, он постепенно выходит из этого режима самоизоляции. Это происходит без эксцессов, без инцидентов. И в этом плане, вы понимаете, в Израиле, ну хорошо, ну отошел я на 200 метров от дома. Человек всегда может объяснить там, я иду туда, то, а, ну идешь, ты идешь. Все, без вопросов. То есть, опять же, решают по месту. Это, здесь еще одна особенность. В израильских силовых структурах нет палочной системы. Она существует, вот, я, давайте так, я буду говорить только то, что вот по моим данным, может где-то кроме России она еще есть. Но в Израиле этого нет. От того, что полицейский принесет 5 протоколов, а завтра принесет 10 протоколов в Израиле, он от этого не станет лучше, он от этого не станет хуже. И это никак не скажется ни на его карьере, ни на его зарплате. И начальник в Израиле не может отдать приказ полицейскому, пока ты не принесешь 10 протоколов, ты работаешь дальше. Мы все видели эту ролики с этой аудиозаписью, когда, если я не ошибаюсь, то ли майор, то ли подполковник полиции, начальник какого-то отдела открытым текстом выдавал вот такие указания. Да, 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 было такое. Значит, смотрите, оформляем всех поголовно, площадь Ленина, парки, скверы, кроме женщин с колясками, стариков, с 16 лет оформляем всех поголовно, чтобы протоколы у нас были сегодня и достаточно хорошее количество. Значит, до 17 вы скидываете в группу главка и дополнительно мне информацию, чтобы я Игорю Викторовичу обобщила и для доклада начальнику. Уважаемые руководители, мы сегодня работаем до тех пор, пока с каждого района не будет около 10 протоколов. На улице гулящих хватает, поэтому начинаем работать. Если в 17 часов у нас не будет результата, значит, работаем дальше. Уважаемые руководители, кроме ОП-7, ваши результаты работы признаны неудовлетворительными. Понимаете, люди организовываете работу, мне в режиме WhatsApp пишите к вечеру ваши результаты. Как я говорила, не менее 8-10 протоколов должно быть. Для Израиля это просто дикость. Это дикость. И именно это и определяет ситуацию в Израиле. То есть здесь люди и власти, и сами граждане прекрасно понимают, что в ситуации опасности самое страшное это паника. Самое страшное это напряженность. В России по непонятной для меня причине этого не только не понимают, но наоборот делают все для того, чтобы напряженность не снять, а накрутить. И вот я просто это знаю. Вот в данном случае, да, Юрий, да, в данном случае вы абсолютно правы, потому что даже саботируется решение высшего должностного лица, отчасти сейчас выступление медиков скорой помощи с разных регионов. Он говорит одно с экрана телевизора, а на практике люди говорят, что мы ничего не получаем. Помогите. То есть какой-то намеренный саботаж идет, или какая-то схема отрабатывается. Тут, конечно, есть вопросы. Да, есть такие вопросы. И понимаете, я вот сам бывал в ситуациях, когда я знаю, и вот в своих передачах я как раз пытаюсь успокаивать людей, пытаюсь говорить ребятам, прежде всего думайте. И здесь мы, вот в России как раз, уж извините, я говорю не об Израиле, а о России, в России получается другая опасная ситуация. Даже иногда разумные действия власти вызывают отторжение. И, ах, ты сказал так, значит, я назло маме уши отморожу. Это опаснейшая ситуация. И я, наверное, буду не из первой сотни тех, кто предупреждает. Это приведет, не может привести, а это приведет к социальному взрыву. Причем это действительно будет бессмысленный пункт. Там не будет политических требований, там не будет никакого смысла. Это опаснейшая ситуация в России. Ну, потому что люди лишены действительно доходов, им нечем кормить детей просто-напросто. Люди просто будут выходить на улицу, несмотря на все ограничения. В этом да. Да, вот это так и получается. Юрий, скажите, пожалуйста, что касается Израиля. Какие действия властей в плане финансовой помощи, материальной помощи бизнесу и гражданам? Значит, к сожалению, Олег, я должен сказать, я этого не знаю. Потому что, ну, я нахожусь в Израиле не в статусе гражданина. Я гражданство не получил. Я пока нахожусь в статусе человека, имеющего ВНЖ, вид на жительство, а по израильским законам вид на жительство выдается на год, и граждане, имеющие ВНЖ, ничего не получили. То есть, вот давайте так, по своему опыту я говорю, я не получал ничего. Что касается бизнеса. Да, вот я нахожусь сейчас в Бат-Яме. Бат-Ям – это называется, говорят, русская столица Израиля. Здесь иногда за день можно вообще ни одного слова на иврите не услышать. Такое бывает. Плюс это один из таких курортных центров Израиля. И, соответственно, много турфирм и так далее. Да, многие турфирмы, они позакрывались. Вот я хожу там, каждый день проходил мимо двух турфирм, фирмы, они тут буквально на каждом шагу обе закрыты. Обе закрыты. Да, это так и есть. Конечно, люди, граждане несут убытки. Конечно, в Израиле сейчас вот на пике коронавируса в 9-ти миллионам Израиля было около миллиона безработных, стали безработными. Но, с другой стороны, опять же, эта особенность израильского общества – это отсутствие российского снобизма. Я сейчас объясню, о чем идет. В России, если человек, например, работал программистом, начальником отдела, то пойти работать подсобным рабочим магазином, дворником – это трагедия, это клеймо на всей карьере человека. И, не дай бог, у тебя будет такое написано в трудовой книжке. И вот это выражается и в презрительном отношении граждан. «А, ты подсобник? Е-мое! Хи!» Я, мол, инженер, ты подсобник. В Израиле такого нет совершенно. Я вот до коронавируса подрабатывал подсобным рабочим в винном магазине. Сбылась мечта советского интеллигента – работать грузчиком в винном магазине. Вы понимаете, я не ощущал, на себе никакого презрительного или высокомерного отношения. К тебе будут одинаково уважительно относиться, хоть ты хозяин магазина, хоть ты миллиардер поставщик товара, хоть ты подсобный рабочий. Тебя никогда не будут… Человек не почувствует это на себе. Он будет чувствовать нормальное отношение. Это очень психологически помогает людям выходить из ситуации. Да, человек работал, скажем, программистом. Не стало места. Ну, не может он, например, нет заказов, не работает на удаленке. Хорошо, я пойду работать подсобником в мясную лавку или в супермаркет. И ничего тут в этом нет страшного. Человек понимает, что не будет психологического давления окружающих в виде презрения или жалости. Это очень дарит. И вот я знаю, в России множество трагедий у людей, которые по тем или иным причинам оказывались без работы. В Израиле, по всей видимости, вызывает уважение сам факт того, что человек не опустил руки, собрался и пошел трудиться. И именно сам факт того, что человек трудится, безотносительно на каком месте, в какой должности, в условиях коронакризиса вот этого, да, это вызывает уважение. Да, это действительно очень интересный факт. У меня еще один вопрос, если возможно, Юрий. Что касается системы контроля. В прессе есть информация о том, что в Израиле ранее разработанная система тотальной слежки или полного контроля, так как Израиль постоянно находится действительно в состоянии боевых действий практически, вот она используется в настоящее время для контроля за гражданами. Так ли это? Знаете ли вы об этом что-нибудь? Да, это так. И это действительно так. И в Израиле даже есть поговорка. Здесь все, обо всех все знают. Да, действительно, здесь существует система тотального контроля. И даже, ну вот, сейчас вы прервете в этом месте запись, сейчас, одну секунду. Пойду. Вот я вам показываю. Теугад Зерут. Это внутренний паспорт Израиля. Вот, видите, чип. То есть в этом плане израильское общество чипировано, если угодно. Но, дело в том, что, во-первых, в Израиле, как я уже говорил, коррупции практически нет. Это приводит к тому, что граждане прекрасно понимают, что эта система контроля действительно для безопасности. В России, с учетом того, что тотального недоверия к власти, это приводит к обратным последствиям. Люди убеждены, что это какая-то подлянка. Ну, как писал Михаил Михайлович Ванецкий, «Все будет обалденно», сказала правительство. «Да что же вы творите, сволочь», сказал население, и на всякий случай переоделось во все чисто и пошло оранземляться. Понимаете, это действительно так. Да, здесь полно видеокамер, здесь вы не пройдете без, так сказать, того, чтобы попасть на видеокамеру. Я вам еще один пример приведу. Может, как раз этим и объясняется. Вот это, знаете, что это такое? Это проездной билет. Это проездной, единый проездной на все виды транспорта. А теперь смотрите. Он тоже именной, и тоже с фотографиями. То есть здесь реально, здесь невозможно как-то избежать этой системы контроля. Но никто против этого не возражает. Потому что есть главное понимание. Никогда власти это не используют во вред гражданам. В России наоборот. Вот понимаете, сейчас многие обозреватели, блогеры, журналисты, они говорят, что вот эта система контроля, это электронный консвагер. А понимаете, у меня нет аргументов для того, чтобы возразить против этого, то, что в России сейчас происходит. Понимаете, есть такое выражение, важны не законы, а важна правоприменительная практика. Так вот, как раз правоприменительная практика Израиля, вот это отсутствие логоцентризма, когда можно реально объяснить ситуацию, и плюс это, так сказать, система положительного отбора на ключевые структуры, в частности, правоохранительные органы, чиновничество, здесь это как раз играет в плюс. Та система отрицательного отбора, которая происходит сейчас в России, играет очень злую штуку, очень злую штуку. К сожалению, да. Поэтому, да, действительно, в Израиле, да, система тотального контроля. Да, я это подтверждаю. Но этим не злоупотребляют, по крайней мере. По крайней мере, этим стараются не злоупотреблять. Ну, а нет никаких злоупотреблений, по крайней мере. Просто их, скажу осторожно, я об этом не знаю, хотя пытался найти информацию. может быть, она прошла мимо меня. Давайте я буду говорить осторожно. Здесь же, в России же, здесь до добра это не добедет. Юрий, спасибо вам большое за такой хороший комментарий и подробное освещение того, что происходит сейчас в Израиле. Мы надеемся, мы будем с вами на связи и в будущем. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok